Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы с вами на рынках снова, чтобы оценить новостной фонд вчерашнего дня и посмотреть, как с ним действовать дальше и что, конечно же, у нас заготовил день грядущий с точки зрения основных макроэкономических релизов. Сегодня, как и всегда, мы начнем с нефти и хорошо, что мы наконец-таки дождались той самой динамики, которая не хватала в последнее время. Нефть снижается и, судя по спаду, который мы наблюдали вчера, можно сказать, что это одно из самых больших снижений однодневных за последние несколько месяцев. Клосс вчерашнего дня 55.85, сейчас актив торгуется практически на таком же уровне 55.84. Если проводить разбор полетов и пытаться, опять же, найти те факторы, которые стали причиной слабости нефти, это правильная задача, потому что, конечно же, такое серьезное снижение нужно объяснять, собственно, так же, как если бы это был рост. Я думаю, то, что основной фонд остался неизменным. То есть, как и раньше, нервозность трейдеров и вообще опасение рынка подогревается идеей увеличения добычи со стороны тех регионов, которые, напротив, не скованы никакими условиями сделки, в отличие от регионов ОПЕК и тех стран, которые поддержали вот этот глобальный энергетический пакт. А если не скованы никакими обязательствами, значит, могут использовать все возможности для того, чтобы повышать собственную экспансию на рынке энергосырья. Конечно же, речь идет о Нигерии, речь идет о Ливии и речь идет о Соединенных Штатах Америки. США для нас интересны, почему? Потому что по США очень много объективной, на мой взгляд, прозрачной статистики. США представляют серьезную угрозу, поскольку там действительно идет серьезный прирост объемов производства. И в отличие от тех же самых Ливии и Нигерии, у нас нету каких-либо поводов говорить о том, что эскалация напряженности, либо какие-либо немыслимые боестолкновения могут привести, собственно, к ограничению добычи за счет блокирования и купирования работы нефтяных терминалов. В США в этом плане довольно спокойный регион, конечно же. Поэтому, если есть преимущества в плане ценообразования и состояния ценовой конъюнктуры для сланцевых производителей, то эти преимущества тут же дисконтируются в рост нефтяных платформ и терминалов, которые мы наблюдаем уже которую неделю подряд. Я думаю, что мы уже можем говорить, что через неделю, две, максимум три, наверное, количество нефтяных платформ, которые занимаются сланцевым производством, достигнет 600. И не мне вам уже объяснять, чем чреват это для внутреннего потребления, каким, в принципе, приростом это все может обернуться по ежедневной планке добычи и какие риски это может нести для общего вот этого соглашения, для положительного эффекта этого энергетического пакта и какой риск это будет иметь для возможности достижения за счет этого соглашения баланса на рынке энергосырья. Это все прошлый, известный всем, уже избитый и проанализированный вдоль и поперек фундамент. То есть, так же, как и сделка ОПЕК, так же, как и США. Но я думаю, что не эти факторы выступили вчера причиной слабости нефти. Может быть, вы оказались более бдительными к новостному фонду и нашли более серьезный, скажем, повод. Но я считаю то, что участники рынка очень бурно отреагировали на сообщения о том, что администрация Трампа уже подготовила фактически законопроект, который будет снижать регуляторную нагрузку на весь энергетический сектор. Это как раз те самые обещанные первые послабления, которые позволят осланцевым производителям, да и вообще всем американским нефтяникам, вдохнуть полной грудью и получить дополнительные, скажем, преимущества, либо, как говорят, бенефиты от того, что президентом стал Трамп и он обещал смягчить как раз законодательную базу и регулирование данного сектора. Соответственно, если эта новость действительно так обсуждалась на рынке вчера, и это уже не слух, а вроде бы как этот законопроект будет уже притворен в жизнь в самое ближайшее время. Я думаю, то, что участники рынка вдохновились этой идеей, поскольку, конечно же, это открывает дорогу для еще более высоких планок и уровней подобычи, а для нас, как продавцов нефти, это сигнал того, что производство в США будет только увеличиваться. Да и даже без этого мы уже рассчитывали на то, что вслед за 9 миллионами баррелей в сутки, которые добываются сейчас, будет показать уже в 9,3 к середине 2017 года. В общем, за штатами мы, безусловно, продолжаем следить. Благодаря отчетам по Американскому институту нефти по запасам, кстати, завтра, не забывайте, как и всегда, традиционно ночной, если ориентироваться на московское время, релиза в 0.30 с перехода на среду этот отчет. Разберем мы, соответственно, уже после его, соответственно, в среду данные по запасам о нефти от официалов уже и в пятницу очередной Беккер Хьюз. Релиз по нефтяным платформам и США. Будем анализировать и дальше, и искать поводы для продаж. 55,84. Надеюсь, то, что бренд найдет сил, точнее, медведи найдут основания, чтобы затащить этот актив ниже 55, но это все равно очень высокие ценовые значения. Нам нужна нефть гораздо дешевле и она нужна на гораздо более низких значениях и тем трейдерам, которые уже в долгосрочных сделках и поставили на сел гораздо раньше. Рубль против американца. 58,92. Я надеюсь, что сегодня прессинг на российскую валюту будет возобновлен в еще более выраженном формате, потому что основное снижение нефти произошло уже ближе к концу дня и российский валютный рынок, по сути, еще не отыграл то, что случилось на секторе энергетики. Сегодня это произойдет. Если рубль будет ориентироваться на вот эти реалии, на которые должен ориентироваться, девальвация будет довольно-таки острой, быстрой и я надеюсь, что уже сегодня мы снова вернемся в район 60 рублей против американца. Я помню то, что в комментариях были вопросы, связанные с решением Центрального банка России по процентной ставке. Я обещал коснуться этой темы. Вчера, прошу прощения, каюсь, я упустил этот момент, возможно, сделал больше акцент на другие инструменты, но сейчас попробую реабилитироваться и опять же не будем растекаться по древу. Вернемся к решению Центрального банка России. Вы помните то, что в прошлую пятницу ЦБ принял решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 10%. И мы готовились еще ближе к концу прошлой недели к этому важному событию для российского рынка. Вы помните, я объяснил то, что ставку сохранят, потому что если бы было принято решение по ее снижению, это, соответственно, создание дополнительных преимуществ для того же самого рубля тогда, когда позиция прочих ведомств огласила то, что рубль должен быть дешевле, потому что крепкая национальная валюта, она создает кушу рисков для и национальных производителей и для показателей бюджета, да и в целом для всей экономики. Соответственно, повышать ставку, ну, это тоже сейчас было бы осродни бред. Единственная причина, из-за которой ЦБ пошел бы повышение процентной ставки, это необходимость влияния на показатели инфляции. Ну, вы знаете то, что сейчас индекс потребительских цен уже давно не на экстремах, уже давно не представляют такую угрозу для потребительского сектора, как пару лет назад. Сейчас инфляция находится в пределах 6%, даже имеют тенденцию на еще большее снижение, но, опять же, снижение индекса потребительских цен, общего национального показателя СИПА – это следствие укрепления рубля. Как альтернативный сценарий можно, конечно же, коснуться темы, что в случае снижения нефти давление возрастет на рубль, а девальвация рубля станет причиной роста инфляции. Вот только в этом случае, если она снова будет двухзначной, ЦБ России рассмотрит возможность повышения процентной ставки. Сейчас этого также не происходит, и, наверное, слава богу, потому что в России и так дела не самым лучшим образом складываются, если еще и создавать проблемы потребительского сектора. Поэтому лучшее, наверное, самое правильное решение – держать ставки на текущих уровнях, надеяться на снятие финансово-экономических санкций и открытие доступа к зарубежным рынкам заимствования капитала. Это, конечно же, сейчас то, что может поспособствовать хоть какому-то раздражению российской экономики. Мы, кстати, о финансово-экономических санкциях и возможности их снять уже говорили. Если вас интересует эта тема, у нас на канале на YouTube есть видео-контент, который нашел выпуск, посвященный данной данной теме. Я думаю, что отчасти подробно разобрали ее, возможный сценарий оптимистичный. Можете ознакомиться с тех, кто просмотрел. Дальше давайте доллар, японская иена. Вот американец нас, конечно же, разочаровывает. Лично я из, опять же, своей исключительно субъективной позиции верю по-прежнему в то, что доллар может вырасти, но у меня тоже есть, скажем, предел терпения, поскольку, как и любой трейдер, я руководствуюсь определенной суммой, я понимаю то, что открытие сделки и длительное нахождение в одном активе, это, соответственно, потенциальная возможность в плохом смысле упустить хорошие сделки в других инструментах. В долларе, японской иена, я нахожусь очень давно, верю то, что доллар все-таки будет иметь, скажем, знаете, совести, поскольку от него роста ждут уже длительный период времени. Мы понимаем то, что объективно, в принципе, для этого все условия есть, если отталкиваться от макроэкономической статистики. Но вот американец сопротивляется и будто бы хочет всем доказать тот факт, что единственное, что может сейчас его реанимировать в плане наиболее спроса в инструмент, это соответствующее заявление со стороны Трампа, а Трампа вот по-прежнему не проявляет подобную решительность. Более того, мы видим то, что со стороны администрации Трампа, со стороны овального кабинета, белого дома, периодически происходят такие выбросы протекционистского характера, которые, напротив, приводят к ослаблению доллара. И даже сейчас на рынке бытует мнение о том, а не отказалась ли политика Трампа и сам Трамп от идеи сильного доллара. Я думаю, что, конечно же, такие разговоры имеют сейчас место быть и имеют соответствующую почву. Даже достаточно посмотреть на то, что происходит с долларом в последние недели. И складывается ощущение то, что его сознательно толкают вниз, может быть, к еще более низким ценовым значениям против иены, нежели те, на которые он находится сейчас. Но нужно понимать то, что если Трамп все-таки вернется к политике реформирования, эта политика, она подразумевает наличие более жесткого монетарного режима, а жесткая монетарная политика – это повышение процентных ставок, то, что должно быть обеспечено более крепкой национальной валюты. Я надеюсь и делаю очень большую ставку касательно торговли этим дуэтом активов на 10 февраля. Это день, когда состоится встреча между Трампом и премьер-министром Японии Синзо Абе. Безусловно, в каком-то формате будут обсуждать и тему девалюционных войн, которые, как отмечал Трамп, явно развязываются монетарными властями Японии. То есть японский ЦБ делает все возможное, чтобы создавать искусственные преимущества для своих национальных производителей. Я надеюсь, что критика очередная со стороны Трампа, любые острые заявления, в которых он силен, как вы знаете, могут стать причиной ослабления японской валюты. Потому что, опять же, выпада в сторону тех экономических стимулов, осуществляемых Банком Японии, это то, что априори должно стать причиной прессинга на курс национальной валюты. Я надеюсь, что 10 февраля, я вообще-то делаю ставку, что доллар-японская иена уже сейчас должна, конечно же, и сейфа выше. Потому что после того ралли, которое состоялось, как только президентом США стал Трамп, уже пара откатила примерно на 50% назад. То есть по пути пройдено. И, наверное, даже исходя из тех технических сигналов, и если анализировать соответствующие уровни с текущих значений, пора бы уже снова поднимать попытку на освоение более высоких рубежей. Поэтому, если не до 10 февраля, то, по крайней вере, 10 февраля мы должны, как трейдеры, делающие акцент на рост доллара, получить эту поддержку. Если же минует 10 февраля, это, по-моему, пятница, соответственно, этой недели, то тогда уже нужно будет задуматься относительно того, а стоит ли американца покупать дальше. Но это уже вопрос, скажем, ближайшего относителя, ближайшего будущего. Мы, безусловно, к нему вернемся. Евро. Вот здесь инструмент, который нас радует, потому что европейская валюта снижается, и хорошо. Евро вчера активно отреагировал на комментарии председателя Европейского центрального банка Марио Драги. А Марио Драги порадовал нас комментариями о том, что ЕЦБ даже не задумывался о том, чтобы выйти из программы количественного смягчения. Поскольку эта программа, эти беспрецедентные стимулы, они жизненно важны и необходимы для всей экономики валютного блока. Были острые вопросы, кстати, в адрес Драги о том, что балансы бы уже безразмерно раздут. И учитывая то, что макроэкономическая картина улучшилась, и индекс потребительских цен растет уже недалеко от цели, не пора бы уже начать ограничивать эти стимулирующие меры и задумываться об ужесточении монетарной политики. На что Драги весьма однозначно ответил то, что ЕЦБ не просто не планирует выходить из программы количественного смягчения, а при необходимости будет готов расширить эти самые стимулы. И основной аргумент, который был использован Драги, был связан с тем, что рост индекса потребительских цен и инфляция, которые наблюдаются на внутреннем рынке, это лишь следствие восстановления цен на нефть, но никак не здравого внутреннего потребительского спроса. И я очень надеюсь, что вы все понимаете, в чем важность этих параллелей. Я лично еще до выступления Драги делал акцент на то, что важна, прежде всего, базовое значение инфляции, базовый индекс, который не учитывает цены на энергоносители и на продукты питания. И именно базовый индекс потребительских цен по-прежнему находится на очень низких значениях. Драги отметил то, что до тех пор, пока на внутреннем рынке не будут созданы условия для формирования растущей тенденции базового индекса, программа количественного смягчения будет актуальна и дальше. И сейчас ЕЦБ не станет реагировать на эти локальные флуктации, изменения и волатильности индикатора, который пока что не является жизненно важным и принципиальным. Поэтому мы, как и раньше, делали ставку на то, что евро будет слабнуть из-за экономических стимулов, из-за контраста монетарных политик. Так эта идея сохраняет актуальность и сейчас. И не забывайте про политику, потому что мы уже приближаемся к выборам, президентским выборам во Франции. В общественном мнении сейчас лидирует кандидат Марин Липен. И, в частности, буквально на этих выходных Марин Липен начала свою активную предуборную кампанию. Знаете, под каким лозунгом? То, что Франция должна покинуть состав Европейского Союза. Вот вам еще один риск. Фунт против доллара. Здесь новостная картина в целом не меняется. Мы, как и раньше, ставим на то, что британец будет краткосрочно расти, поскольку уже пора бы предвкушать, опять же, инициирование 50-й статьи, которая идет сейчас, скажем, в весьма миротворческих таких тонах, поскольку никто не противится и всеобщему голосованию. И Терезе Мэй, несмотря на ее прежнюю агрессивную позицию и желание инициировать 50-ю статью, готовы подождать, пока за дорожную карту этого документа проголосует весь парламент. После этого парламент передаст законопроект уже, соответственно, в правительство. И тогда только у Терезы Мэй будет возможности инициировать эту статью. В общем, мы ждем заведомо настраиваемся на то, что пока что новостной фон в целом создает условия для роста британца. И вот только после того, как дело дойдет до реализации этой статьи, можно будет вернуться к негативным прогнозам и ожиданиям всех вот этих последствий негативных, с которыми столкнется английская экономика. Но это не раньше марта. Поэтому я надеюсь, то, что до марта мы с вами доберемся до отметки 1,27. Сейчас актив торгуется на уровне 1,2460. Потенциал профита, ну, сами понимаете, довольно неплохой. Почему фонд снижается сейчас? Основная идея связана с тем, что вот после прошедшего заседания британского регулятора якобы трейдеры получили сигнал того, что Банк Англии не будет повышать процентные ставки. Но мне кажется, это такая глупость. И уверен то, что мы, многие из вас, кто следит за фундаментом, следит за моими брифингами, изначально даже не думали о том, что в текущих реалиях Банк Англии может пойти на ужесточение монетарной политики. Напротив, мы ищем основания, а не будет ли поводов для смягчения политики. А то, что ставку повысит из-за роста инфляции, ну, это сродни бреду. Тем более, что еще месяца два назад, может быть, даже больше, подседатель Банк Англии Карни делал четкое заявление о том, что Банк Англии не будет реагировать на каккосочный рост инфляции, который является следствием ослабления курса национальной валюты. И если он не будет реагировать на каккосочный рост инфляции, тогда не будет использовать его для определения оснований для роста процентной ставки. В общем, по фунту мы с вами, как я отметил, каккосочный пока ставим на то, что этот актив по позициям будет крепнуть, поскольку в целом новостная картина сейчас располагает к этому. А негативить будем уже ближе к марту. По новозеландцу ждем с вами процентную ставку, завтра это. Я надеюсь, что от резервного банка Новой Зеландии мы услышим комментарии по поводу довольно высокого курса новозеландца. Спориться это не нужно, потому что откроете дневки и сами посмотрите, где сейчас котируется этот актив против доллара на очень высоких значениях. Поэтому я жду, что завтра, после факта решения поставки, новозеландский доллар окажется под давлением. Австралиец сегодня ставку оставили на прежнем уровне 1,5%. Сопроводительное заявление, признаюсь, я еще не анализировал, но судя по тому, что пока австралиец не торопится снижаться, видимо, нет каких-либо сигналов для того, чтобы австралийца сейчас уже сдувать. Мы, как и раньше, пока что от этих валют держимся подальше, поскольку больше акцент ставим и делаем на рост американца, который должен оказать давление на рисковые активы. Фундамента, которым можно было сейчас обосновать тройную динамику, ну его, как такового, нет. Ну, разве что по новозеландцу, как я уже отметил. Если мы услышим комментарий по поводу более высокого курса, тогда да, это будет сигнал, чтобы пару продавать. Золото пользуется поддержкой слабого доллара. По золоту я тоже признаюсь, что вынужден был покинуть сделку, потому что очень большой портфель у меня инструментов. Соответственно, чтобы высвободить покупательскую способность части депозита и переместить силы, опять же, в те инструменты, которые сейчас являются более предсказуемы. По золоту я, к сожалению, снова занимаю выжидательную позицию и буду надеяться на то, что этот актив вернется в район 1200 долларов за тройскую унцию и только после этого снова буду рассматривать возможности для продажи. А вот что касается американского фондового рынка, как и раньше, здесь без изменений, исключительно оптимистичный настрой и вера в то, что американская фондовая секция, что бы ни произошло в ближайший, скажем, квартал, будет переписывать из недели в неделю исторические максимумы. Наша с вами цель, как и раньше, 2300, но я думаю, что в ближайшие дни мы сможем оказаться выше этого назначения. Из важных событий сегодняшнего дня в 16.30 выйдет статистика по торговому балансу Канады. Мы видели вчера то, что пара USDCAD оттолкнулась от минимального значения, от поддержки 1.30, как мы с вами предполагали, и пошла выше. Сейчас котировки 1.3107 – это все равно еще скромное значение. Нам нужен рубеж сопротивления 1.35. Надеюсь, что сегодня статистика порадует нас, как продавцов канадцев. В пятницу еще выйдет статистика по рынку труда Канады. И чтобы мы там не увидели, сразу хочу отметить то, что, скорее всего, данные будут хорошие по изменению числа занятых. Но отмечаю, что этот прирост обусловлен за счет увеличения, опять же, найма на неполный рабочий день. Это важная ремарка, которая явно не создает, опять же, уверенности в том, что канадский рынок труда развивается. Потому что занятости на неполный рабочий день у нас сейчас, по-моему, в два раза выше, чем на полных обучениях. Это напротив проявления слабости сектора. Вы об этом не забывайте. Поэтому, скорее всего, каким бы отчетом канадская статистика нас бы не порадовала в пятницу, она должна создать условия для ослабления этого инструмента. Хочу отметить то, что до конца этой недели и, скорее всего, на следующей неделе меня будут подменять мои коллеги. Наверное, это для многих хорошая новость, потому что многие из вас уже устали от меня. У вас есть возможность отдохнуть. Но, правда, недолго, потому что уже со второй половины февраля, ну, уже ближе к концу, я снова вернусь, снова буду в обойме и, соответственно, снова буду освещать основной фундамент и те события, которые происходят на рынке. Но пока у вас есть полторы-две недели, чтобы передохнуть и насладиться фундаментальным и не только анализом от, скажем, другой части аналитической команды компании «Аммаркетс». И, как и всегда, в компетенции и в профессионализме сомневаться ни в коем случае не нужно. Собственно, на этой ноте я хочу пожелать вам удачных предстоящих торговых сессий, соответственно, исключительно прибыльных сделок, хотя понимаю, что быть этого, в принципе, не может. И надеюсь, что вы сможете отдохнуть без меня и набраться силами, чтобы спустя какое-то время снова меня терпеть. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.